Здравствуйте, меня зовут Богдан и сегодня я вам расскажу, как правильно именовать методы. Имя метода должно ясно описывать все, что он делает. Описывайте все, что метод выполняет. Опишите в имени метода все выходные данные и все побочные эффекты. Смотрите, на 11 строке у нас есть метод с именем CalculateCurrentHealthPlayer. Что он делает? Он считает текущее здоровье нашего игрока. К примеру, если бы я здесь написал просто Health, метод называется Health, непонятно, здоровье кого он высчитывает, игрока или противника, или кого-то еще. И какое здоровье? Максимальное он высчитывает, минимальное, непонятно. А если у нас есть имя метода, которое ясно нам описывает то, что он считает, мы сразу же можем понять, что этот метод высчитывает текущее здоровье нашего игрока. Не ограничивайте длину имен методов искусственными правилами. Исследование показывает, что оптимальная длина имени переменной равняется в среднем 9-15 символов. Как правило, методы сложнее переменных, поэтому и адекватные имена методов обычно длиннее. Главной задачей имени метода следует считать как можно более ясные и понятные описания сути метода. Поэтому имя может иметь любую длину. Не используйте для дифференциации имен методов исключительно номера. К примеру, у нас есть плеер, игрок и противник, enemy. Давайте я скопирую код, чтобы показать вам пример, как же правильно именовать. Смотрите, к примеру, я говорю, что у меня health1 будет отвечать за здоровье игрока. А health2 будет отвечать за здоровье противника. Но это же непонятно. Health2. Что такое health1? Что такое health2? Не могу сказать. Но если у меня здесь будет название метода calculateCurrentHealthPlayer, а здесь у меня будет имя метода calculateCurrentHealthEnemy, смотрите, сразу же понятно, что этот метод считает значение здоровья игрока, а этот метод считает значение здоровья противника. Не используйте для дифференциации имен методов исключительно номера. Используйте лучше полное описание методов. Также, как на нашем примере, Microsoft рекомендует использовать для написания имени методов PascalCasing. Это когда слово нашего метода, каждое слово нашего имени метода, начинается с заглавной буквы. К примеру, есть camelCasing. Смотрите, вот так он записывается. Но camelCasing рекомендовано для написания имен наших переменных. А для методов мы используем PascalCasing. Спасибо.